Русский мир в Украине наступил. Украинский народ ликует. Я не хочу жить в России, я хочу жить в Украине. Эта военная операция отзывается во мне болью. Почему болью? Потому что она необходима. Благодаря купившему их коллективному Западу, их глупости, их тупому решению построить антироссию на родной для России земле, это они заставили нас сейчас принуждать огнем и мечом к нормальной жизни. Путин лично рассказал, кто погибает в так называемой военной спецоперации, которую нельзя называть войной. Основные войси, столкновения российской армии, как и ожидалось, происходят не с регулярными частями вооруженных сил Украины, а с националистическими формированиями, которые, как известно, и несут прямую ответственность за геноцид на Донбассе и кровь мирных граждан народных республик. Самая большая проблема России – это российское телевидение. Они создали виртуальную реальность, в которой живут, и в которую поверили сами россияне последние 20 лет. Живут в парадигме, когда у них все новости подаются из одного источника, но при этом в зависимости от телеканалов градус ненависти к Украине, на каждом из телеканалов свой. У рядового россияна складывается впечатление, что у него есть право выбора, что новости у него разнообразны. На самом деле это не так. На всех телеканалах ненавидят Украину, но на каждом из них по-разному. Российские пропагандисты не высказывают точку зрения, которую не одобрил бы Кремль. Сразу после признания России ДНР и ЛНР главные пропагандисты страны подавали это как праздник. Во-первых, я не понимаю, почему в студии нет шампанского? Я сказал сразу предупредил, будет после ИСИР. Хорошо. Это была точка невозврата для РФ. Десятилетие бедности. Страна-изгой. Смерти десятков тысяч военных на территории Украины. И именно это решили отпраздновать Соловьев и Симоньян. Первый канал Путин, Россия-1 государственный, НТВ Путин с корешами, РЕН-ТВ Путин с корешами, ТВ-центр Путин с корешами. Даже ТНТ, СТС, развлекательные те имеют отношение к этой банде. Поэтому у российского обывателя вакуум альтернативной точки зрения. Начало войны. Пропагандисты в один голос заявляют. Мирное население не трогают. Никто не трогает мирное население. Не бомбит мирное население. Не расстреливает мирное население. Делает все для того, чтобы мирное население не пострадало. И если бы это было не так, я бы, например, здесь сейчас не сидела и не стояла. Жилые кварталы Киева. Харьков. Изюм. Центр места Изюма. Семь. Миллионы беженцев со всей страны. Я потеряла счет, сколько самолетов, от которых все сжималось внутри тракта, так, что ударничьи теряешь. Но это мое женское, я все понимаю. У меня есть мужчина, который на это просто злился. Он просто злился. Что же это происходит? Почему такой маленький город? Кому-то, видите ли, вот, ну да, козь в горле. Просто смотреть на это. Поведу, право, и к уюту. У меня под юг там нет. Это я здесь родилась. Выпускалась. Сколько вы уже здесь? Ну, как зачастую. Сколько времени гели. Пока отрезанные от снабжения украинцы пытаются выжить в подвалах. Российская армия ставит их в безвыходное положение. Мирные жители вынуждены принимать гуманитарную помощь с рук оккупантов. Все эти нечеловеческие издевательства над гражданскими исключительно ради картинки на федеральных каналах. Наш город продолжает поступать в гуманитарные конфлики из МЧС России, из Крыма. Наши люди с благодарностью принимают помощь, которую нам оказывает наш братский народ. Благодарность России выражает исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко, которую в Украине считают предательницей. Ее поставили на это место, потому что легитимный мэр отказался принимать оккупационную власть. Но против самой Данильченко выступил весь город. В тех городах, где налажены поставки продовольствия, гуманитарную помощь от русских никто не принимает. Ребята, кому-то нахуй пожрать от оккупантов. Надо не царапить, надо нас спасать. Русский корабль! Вы наши позыки услышали, нам от вас ничего не надо. Набирайте, кормите и едьте домой. Идите в свои семьи. Не надо нас и от кого спасать. Никто ничего не взял нахуй. Все полные фуры уезжают обратно, откуда и приехали. Украина! 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 Это временно оккупированный Бердянск. Россия специально создает тут гуманитарную катастрофу, отключив город от связи и всех коммуникаций. Но тем не менее, местные жители продолжают каждый день выходить на проукраинские митинги. Домой! 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 У Кремля был план показать, что тут приветствуют русский мир. Но с первого дня этой путинской авантюры в Украине все пошло не по плану. Опять раздача гуманитарки. Людей здесь нет, стоят в оцеплении. Людей мало, стоят по периметру. Оккупанты все же пытаются придерживаться плана и устраивают раздачи гуманитарки. Я попробую снять крупным планом самый голодающий. Но сюда не пускают. Крупнее я не сниму. Вот кто выходит? Толб голодных украинцев возле грузовиков не наблюдается. Зато местные, без страха в лицо вооруженным преступникам с России, говорят все, что о них думают. Мы вас ждали здесь. Мы без вас голодали. Или что происходит? К слову о гуманитарной помощи. На этом видео с временно оккупированного Бердянска видно, что русские раздают в том числе подсолнечное масло украинского бренда «Алейна», которые вполне могли перед этим вынести с супермаркета АТБ, на парковке которого организовали эту показуху. Вот сейчас нам гуманитарки раздают нашу «Алейну». И она взялась, ребята. Наверное, купили. Такая же ситуация и в Мелитополе, и в Херсоне, и в других городах. План Путина провалился. А плана «Б» не было. Наступать начали, потому что думали, что Киев возьмут за 4 дня. И зачем им тогда ЛНР и ДНР, если они могли взять Киев и посадить условного Януковича? Путин рассчитывал на быструю войну и захват новых территорий, как было с Крымом в 2014 году. Противник очень переоценил собственные силы и очень недооценил вооруженное сопротивление украинцам. Поэтому наступал где-то по 5-6 направлениям, что с точки зрения военного искусства абсолютно глупо. Также Путин недооценил сопротивление украинского народа. Теперь у его пропагандистов нет такой яркой картинки, как в 2014 году. Нет обманутых пропагандой толп, которые приветствуют так называемых освободителей триколорами. Сегодня пропагандистам просто нечего показать, кроме кадыровцев, которые прячутся по селам и запугивают украинских бабушек. Путин планировал забрать половину Украины без сопротивления. Крупные города не должны были оказать отпора. Таким образом, область за областью автоматически переходила бы в руки оккупантов. По первоначальным расчетам, они не должны были брать города, они должны были их проскакивать. Основное они хотели взять на 3-4 день Киев, плюс забрать Харьков, Мариуполь, Николаев, Одессу. Такие ключевые города, где они думали, что их будут встречать с хлебом с солью. Однако этот вариант у путинских войск не сработал, потому они начали импровизировать. Они постараются оставить за собой Николаев, потому что Николаев – это порты. И это означает невозможность Украины торговать. Чтобы сохранить сухопутный коридор из Донбасса в Крым, они показательно запустят воду. Она не нужна Путину, но для картинки Скобеевой, чтобы русские приехали своих спасать. Они могут не заходить в Харьков, пожертвовать. Уже видно, что у них ничего не получится в Киеве. Мариуполь они будут пытаться добить, чтобы это был город русской славы. Мариуполь. Мариуполь сегодня практически уничтожен российскими войсками. На месте города сплошные руины. Сегодня Украина – это единый сплоченный народ, который выступает против оккупационной власти. Путину удалось сделать то, что не смог сделать никто – разжечь ненависть ко всему российскому народу и сплотить украинцев настолько, насколько за всю историю не была сплочена ни одна нация. Трактористы в селах воруют танки и БТРы. Обычные люди сжигают технику оккупантов своими силами. Патриоты ложатся под броневики и не дают пройти вражеским силам в собственный город. И не боятся запугиваний российской армии. Русский мир зашел в Украину, нос поткнулся, упал лицом в грязь и разбил нос.